Привет, друзья! Ну что, явка ниже, чем в предыдущие года, это уже вроде бы как факт, да? Что я вижу в данной ситуации? Но, тем не менее, выше, чем ожидалось, чем призывал, конечно же, Алексей Навальный. Что происходило? На мой взгляд. На мой взгляд, Алексей говорил, не ходите, не ходите. И люди, чем больше слушали Алексея, тем больше им хотелось пойти. И самые близкие к Алексею, то есть те, кто не являются однозначно электоратом существующей власти, не пошли. Тем самым, если бы они учили математику, они бы тогда поняли, что, судя по тому, что произошло, две трети от своего голоса они отдали за Путина. Это сложно, наверное, понять человеку, который с математикой не очень, но так оно и есть. Так вот, люди не хотели слушать Алексея, и поэтому предпочитали пойти даже те, кто не хотел идти. С другой стороны, вылазили всякие клуши и начинали фальшиво, пластмассово агитировать. Эй, иди на выборы. И люди смотрели и думали, да пошли вы, не пойду. И вот эта вот борьба, мне кажется, привела к тому, что явка хоть и достаточная, но меньше, чем в предыдущие разы. Это мое личное мнение. Что сообщили украинские СМИ? Вот это меня очень заинтересовало. Пачками бросают бюллетени, нападают на наблюдателей. Все больше фиксируют нарушений на избирательных участках. И вот здесь вот участок Иркутска снят. Показали они его, взяли они его из Твиттера, ну и он уже там перезалит в некоторых местах. Я наблюдал за этим, вот лентач, лентач. Выходит молодой человек и бросает, достает из-под куртки и бросает бюллетени. Тут же появляется какое-то тело и типа там, ну, написано, что типа выбил из рук телефон. Мы этого, конечно, не видим, давайте еще раз посмотрим, что же произошло. Выходит один молодой человек, а видите, а тот, кто снимает, он четко знает, что сейчас что-то должно произойти, да. А вот выходит второй, не полясь, достает из-под куртки и тут появляется какое-то тело. Друзья, при всем уважении, вот это, это постановка уровня 2-3 класса, такой, церковно-приходской. Второго, третьего класса уровня. И мы понимаем, как это делается. При этом, конечно же, надо признать, что были вбросы, и я этого вообще не понимаю. Вот я этого не понимаю вообще. Я смотрел сегодня на эти очереди, да, очереди на избирательные участки, как люди там идут, все такое. Нахрена они это делают? Я не могу этого понять. Нахрена это надо было делать? Но ведь на самом деле уже не отрицаю, что участники там, там, тер-избиркомов, да, это делали в некоторых местах. Наверное, я этого не пойму. Еще один у нас есть, это один из наших любимцев, тоже на канале у Навального. В конце концов, даже когда у тебя нет конкурентов, Владимир Путин не может побеждать по-другому. Вот мы сейчас с вами посмотрим избирательный участок в Тульской области, город Щекино. Участок 28.03, мужчина подходит к курне и вбрасывает целую пачечку из бюллетеней. Давайте внимательно на это посмотрим. Человек подходит к курне и... Он не сам разобрался. Конечно, он же хитрый, но не до конца. И мы видим, что падает сразу несколько бюллетеней, пачка оказалась, и вуаля, он свою задачу выполнил. Он то, что нужно, бросил. Извините, я ношу очки, знаете, потому что они мне помогают лучше видеть. Если вы мне там покажете, объясните, на каком моменте там пачка бюллетеней полетела. Давайте еще раз посмотрим. У мужика застрял один бюллетень, второй мужик бросает свой, проталкивает, падает два бюллетеня. Давайте увеличим. Ну, конечно, он же хитрый, но не до конца. И мы видим, что падает сразу несколько бюллетеней, пачка оказалась, и вуаля, он свою задачу выполнил. Он то, что нужно, бросил. Ну, да и ладно, знаете, как говорится. Я пересматривал это много раз, неоднократно. Вполне возможно, что все-таки мне надо диоптрии, знаете, посильнее. Но вы зададите, конечно же, вопрос. А что Навальный? Дело в том, что Алексею Навальному не стоит вступать в дебаты с одним человеком, я считаю. Только с одним. Это Ксения Собчак. Ему бояться надо, Ксении Собчак, и бежать подальше. Ну, конечно же, поливать помоями ее, но ни в коем случае не выходить на разговор еще и под камеру. Это всегда будет проигрыш. На студии кандидат президента Ксения Собчак, и Алексей Навальный тоже пришел на этот эфир. Не кандидат президента. Не кандидат президента. Ну, так с иронией, ну, грустной иронией все-таки сказал Алексей, потому что не получилось. Сегодня было видно, и это было очевидно, что не получилось. Пришли на выборы, не вышло. Буквально в коридоре встретились, она сказала, что я хочу выступать в эфир и сделать важное объявление. Что такое Ксения? Ты... Да нет, не то, что я какой-то... Мы поймем, что он имел в виду впоследствии. Что на самом деле Алексей там, подмигивая, имел в виду, а он решил сдать все. Сдать все, что знает о Ксении, и сжечь все мосты. Я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы могли после выборов с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги, потому что... И она объясняет, что на самом деле, вот после выборов, короче, ничего не закончилось, и надо объединяться. Надо объединяться, укрупняться, иначе все будет раздроблено. Она такая миролюбивая такая. Я не собираюсь тоже плестить здесь какие-то кружева. Я могу совершенно четко сказать, что это не какая-то несправедливость, в ходе которой меня не пустили на выборы. Это была грандиозная махинация. Ну, я же тебя не перебивал. И ты была частью этой махинации. Ты участвовала в этом всем. Далее он даже цитирует ее слова. Не точно, но... Первые слова, которые ты сказала, ну да, конечно, какие-то есть небольшие проблемы, но в целом, конечно, эти выборы честнее, чем предыдущие. Есть всякие шероховатости, но это хорошие выборы. А ты поздравительную телеграмму Путину отправила? Алексей частенько любит добавить от себя, потому что его-то зрители перепроверять не будут. И вроде бы как смысл тот же, да не тот. Пока на 6 часов я могу сказать, что совершенно точно нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах. Это в Москве. По стране из того, что у нас приходят из реальных нарушений, их меньше. Выборы стали сильно прозрачнее, отметила телеведущая на встрече в штабе. Прозрачнее она имела в виду. В частности, благодаря вот этим вот, она там взяла открепительный талон для того, чтобы проверить, как это работает, ее устроило. Снова наши наблюдатели из Кемеровской области, которых выгоняют с участков, потому что вы отозвали направление по Кемеровской области. В этом смысле партия Яблоко и ты напрямую помогаешь фальсификаторам. Явлинский и Собчак, это два человека, которых Навальный не уставал поливать помоями в своих передачах. Обсмеивал этого несчастного Явлинского, вполне себе спокойного такого человека, да, ну как я смотрю сбоку. Постоянно. И они вот теперь отозвали направление и теперь наблюдатели от Навального выгоняют с выборов. Все твои дела на настоящий момент отвратительны, уж извини меня, абсолютно лицемерны и сколько бы вы не сказали прекрасных слов о том, что давайте все объединяться, это общее дело. Это не общее дело, мы занимаемся с тобой, конечно, разными делами. Включает как раз таки оттуда, откуда выгнали наблюдателей. 16 марта Георгий Явлинский отозвал доверенное лицо, которое подписывало направление на наблюдение для нашего штаба. Соответственно, сегодня с утра участковые комиссии, все как одна, решили не пускать наших наблюдателей. Бывает. Позже мы узнаем причину. Я думаю, что ни у кого не остается никаких сомнений по поводу честности кандидатов Явлинского и Собчак и их приверженности демократическим ценностям. Сделала вывод, какая это девчушка. Скажем так, у нас получилось, вот Саше Расторгуеву, например, совершенно неприятная история, когда он просто взял эти направления и перепечатал, подписал несуществующие бланки и выдал их людям. Фальсификации не может быть. Я не верю, что люди Навального могут таким заниматься. Или могут? Мария Павлова, Александр Расторгуев получили удостоверение доверенных лиц в эту пятницу в 19.30. В субботу утром они вылетали в Чечню. Сегодня выяснилось, что направления, выписанные наблюдателем от имени Павлова и Расторгуева, обнаружились в Кемеровской области. Как такое могло получиться, мы разбирались несколько часов. Неужели на самом деле фальсификации? Я считаю, что мы не должны становиться тем, с кем мы боремся. Я вижу очень много признаков того, как многие становятся тем, с чем они на самом деле борются. Какие могут быть разговоры о том, что мы честные и что мы отстаиваем правильные ценности, если берутся листы, подписываются, фальсифицируются направления и выдаются наблюдатели. На самом деле это называется фальсификацией. И когда Навальный захотел пристыдить Ксению Собчак вот именно вот этим, он, наверное, подозревал, что она будет отвечать. Она отвечает. Неприятно отвечает. Саша Расторгуев выписывал направление... Он не имеет права это делать. Это фальсификация. Какая разница? Какая разница? Какая разница, если это нужно для победы демократии? Ксения, думай. Да, это фальсификация, он признал мне это лично. Он согласился с этим. Я считаю... Нет, она не главная. Не придергивайте, пожалуйста. Идущие, как могут, помогают Алексею. Главная фальсификация выборов. Не главная. Она не сказала, что это главная фальсификация выборов. Но, конечно же, небольшие фальсификации можно допустить для того, чтобы побороться с главными фальсификациями. Да? И небольшие фальсификации для борьбы с большими фальсификациями. Это уже не фальсификации. Мы вам давали все, что вы хотели. Зачем же обманывать? Зачем же подписывать за нашей спиной какие-то документы? Ну, это же фальсификация. Ребят, вы же сами против этого. А делаете это с помощью Саши Расторгуева, ставя его в такую ситуацию, когда... Фальсификации, не фальсификации. Ксения Собчак говорит неприятные вещи, которые просто глупо произносить, когда люди борются с таким злом, как Путин. Ну, это даже стыдно произносить такие вещи. Я понимаю, что ты сейчас очень обижен на эту власть. Я не обижен на эту власть. Да ты справедливо обижен. Я не обижен. Ну, скажи, пожалуйста. Ну, не обижен я. Ну, не обижен. Не обижен, не обижен, не обижен. Сто раз не обижен, а она не слышу. Пожалуйста, дайте мне такую возможность. Спасибо. Все-таки. Ну, ребят, вам правда кажется, что это смешно. Мы же важные вещи обсуждаем. Можно я договорю? Ну, и может быть и не смешно, но они-то должны поддерживать Алексея-то. Мне очень жалко, что здесь не сидит рядом со мной моя жена Юля, которая бы могла... Я нигде до выборов не говорил эту историю, нигде публично не рассказывал. Ты приехала ко мне домой в 2 часа ночи. Это был последний наш с тобой разговор до этой встречи за несколько месяцев, за месяц до как-то объявила. И дословно сказала мне и ей, сидя на моей кухне, распивая чай. Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я... Вот и порвался Алексей. Тут сразу же два нюанса. Первый нюанс. Если Алексей так долго об этом знал, почему он рассказал об этом только сейчас, по дружбе покрывал путинскую, получается, выдвиженку, которой власть предложила огромные деньги. Скольких еще людей Алексей может по дружбе таким же образом прикрывать? Если он не прикрывал ее по дружбе, значит, он только что это выдумал. И Собчак говорит, что он только что это выдумал. Если мы обратимся к истории и вспомним, сколько раз Алексей выдумывал, то, в принципе, мы можем немножечко поверить и Собчак. И я не знаю, что делать. Это неправда, ты сейчас врешь. Ну ты врешь сейчас, я сказала совершенно не так. И ты знаешь, что это не так. Можно мне договориться? Ну, послушайте, это неправда. В твоей квартире много прослушки. Я надеюсь, когда... Эх, Ксюша, пожалуйста, не пытайся найти поддержку у ведущих. Ведущий не за тебя. Она будет опубликована, и тебе будет очень стыдно за то, что ты делаешь. Я так не говорила, это вранье, Леша. Ты же знаешь, что это вранье у тебя. Я могу продолжить. Я знаю, что это чистая правда. А ты лжешь в каждом своем слове. Кто-то из них врет. Или она, или он. Как вы думаете, кто? Я не знаю. Скажу честно, я не знаю. Я могу опять-таки руководствоваться опытом и обратиться к истории. Кто любил немножко приврать, преувеличить, даже в ходе этого эфира. Но я не буду показывать пальцем. Не знаю. Я не знаю. За деньги, за должность, как ты сказала мне и Юля. За те огромные деньги, которые тебе предлагают. Но ты сейчас, даже если мы отбросим... А она говорит, что она такого не говорила. О чем еще она говорила тебе и Юле? О чем ты еще не рассказал миллионам людей, которые верят в тебя, верят в тебя, верят, что когда-нибудь ты станешь, если не президентом, то хотя бы президентиком? Ты рекламировала водку и черную икру. Я не хочу, чтобы оппозиция была связана. И она не может быть связана с коллизиотами президента, которые в ходе избирательной кампании. Господи, где это можно было в мире-то увидеть? Рекламируют черную икру. Черная икра. И он несколько раз подчеркнет это. Черная икра. Черная икра. Я, допустим, понял сразу, для чего он это делает. Именно черная икра. Упор на черную икру. Не на водку, а на черную икру. Сказал бы про Кирилла Шамалова. Ты говорила сколько раз? Про Шойгу говорила, про Сечина. Про Шойгу и Сечина не надо говорить. Нужно было говорить про Путина. Я говорила об этом все время. Ты об этом не говорила. Ты должна была критиковать его коррупцию, не говорить, что Путин плохой. Все. Здесь началось, как бы, начал Алексей рассказывать, видите, о ком именно должна была говорить Собчак. Кого именно она должна была критиковать. Конкретно должна была критиковать зятя Путина, предполагаемого зятя Путина. А если не критиковала, значит плохая. Попалась. Я действительно уговаривала и тебя, и Юлю создать некое общее ощущение того, что у нас есть единый кандидат. Я не говорила только о себе. Я в том числе, если ты помнишь, предлагала, чтобы таким человеком была Юлия Навальна. И ты сказал, что голоса не передаются. Передаются. Даже жену свою не пустил впереди себя. Эх, Алексей, Алексей, вот эта вот черта главная в тебе. Главное, к моему совету ты не прислушаешься. Прислушайся хотя бы к совету Ксении Собчак. Ведь я не хочу работать в организации, у которой лидер оппозиции постит рекламу черной икры. Опять черная икра! Бинго! Как вы думаете, зачем он говорит именно про черную икру? Именно черная икра. Посмотри, сколько раз ты повторил про черную икру. Посмотри, сколько раз ты повторил про шикарные виллы, Овечкина и прочих, поддержавших Путина. Хотя ты знаешь, что эти спортсмены, они не поддерживают наши с тобой взгляды. Но эти люди заработали эти виллы. Это не вороватый чиновник, который купил что-то в Майами. Это спортсмены. И они реально много зарабатывают. Потому что Алексей любит манипуляции. Мы разбирали его ролик, посвященный этим виллам, когда он, не заработавший ни копейки, наверное, честным трудом, рассказывает о том, что спортсмены эти все с выбитыми зубами, поломанными ребрами, что вот они какие-то неправильные. Но почему же черная икра? Собчак объясняет. Вы не догадались. И черную икру ты произносишь здесь специально, и ты знаешь сам, что это просто популизм. Но ты делаешь это, идя на поводу у людей, которые специально, понимаешь, ты специально как бы низменная в людях, вот на черную икру, чтобы они среагировали. Именно поэтому он и показывал особняки Овечкина и прочих. Чтобы разбудить вот это вот внутреннее черное вот это. Я помню, это Кира Ярмыш там у них есть такая. И она, я в ярости, я просто в ярости. Ярость они и хотят пробудить. Они хотят пробудить вот это вот низменное желание. Черная икра, ах ты падла. Мимо твоего Мерседеса без гвоздя не хожу. Прочеркну, он именно на эту аудиторию и пытается работать. Рассказывать вот это все про сказочное Бали, показывать какие-то пошлые клипы с Грудининым. Леш, ну это ниже твоего достоинства. Ты понимаешь, что это низкие методы борьбы. Лайф боролся с тобой ровно так же, показывая твою поездку за границу с женой в Барселону или во Францию. Но это же низость. И ты эту же низость использовал против меня. Ну и что? Ну и что? Читается в глазах Алексея. Использовал и ладно. И не жалею. И не слышу, что ты сейчас говоришь. Но миллионы людей ведь услышат. В частности, благодаря мне. Если ты кандидат в президенты, иди в эту сторону. Хочешь зарабатывать деньги на корпоративах, на рекламе черной икры, чем угодно? Пожалуйста, нет проблем. Но есть разница между светской львицей и кандидатом в президенты. Она задает ему очень опасный вопрос. А ты как зарабатываешь? Мол, я зарабатываю рекламой черной икры корпоративами. А ты где зарабатываешь? Наверное, сейчас будет про суды ЕСПЧ, да? Отличный вопрос. Я зарабатываю деньги честным, нормальным способом. По мере возможности, оказывая юридические услуги. Я зарегистрируюсь как индивидуальный предприниматель. А что ты так выжимаешь плечами? И вот ты сейчас... Каким, она спросила, какие именно услуги? Я выигрываю суды в ЕСПЧ, и с того живешь? Пожалуйста. Какие услуги? Вот я веду корпоративы. Да, это как... Вот видишь, как интересно это устроено. Я тебе могу рассказать о том, как я зарабатываю деньги. Я показал всем, сколько я зарабатываю. Мою личную жизнь просветили со всех сторон. Но когда ты кандидат в президенты... Так он так и не рассказал вроде бы. Вот прямо сейчас он не рассказал. Как он зарабатывает все-таки эти деньги? Я не хочу, чтобы кандидат в президенты, заявляющий, что он кандидат в президенты, рекламировал черную икру. Это не популизм. Это не популизм. Десятый раз скажи про черную икру. Десятый. Купите ему кто-то черную икру уже, а? Я говорю о том, что мы больше друзья, чем враги. Поэтому, когда я говорю, что мой друг... Давай я поставлю точку здесь. Я говорю о том, что мы с тобой разделяем... На этом моменте должна пойти такая медленная, грустная музыка. Все. Алексей больше не друг. Ксения Собчак. Ты сегодня не сделал так, чтобы было больше людей, разделяющих наши взгляды. Ну, это же просто глупость. Это же история про «не доставайся же ты никому». Эта история неправильна. Она не умна. Она не мудра. Все, по минуте, давайте. Минуте, давайте. Я так и говорил, в принципе. Не доставайся же ты никому. Не пойдем, не пойдем. И все кандидаты, кроме меня, козлы. Единственное, что тебя тормозит, это твоя злость и мелочность. Просто надо перестать быть таким. Я знаю, что ты справишься. Ты можешь стать другим. И тогда мы можем рассчитывать на совсем другие результаты нашей оппозиции. Она говорит это намеренно, конечно же, чтобы его унизить. Причем говорит, вроде бы, как очень-очень искренне. Но чем больше искренности в ее глазах, ты можешь измениться, Алексей, тем больше она его унижает. Потому что все вокруг понимают, что он уже не изменится. Ты делаешь подлости и мерзости. Семья Жанна Немцова, мать Немцова, возмутилась твоим поведением. Я что, должен был идти, открывать табличку с собой? Антон Немцов, это не сын Немцова? Я знаю, что... Катя Одинцова, это не... Я знаю, что мать Немцова и Жанна Немцова, возмутились... Мать Немцова, сын Немцова и дочь Немцова. Давайте посмотрим, кто ему ближе. Родственники, это они спорят. Нужно было эту табличку вешать. Не нужно было подлость это или не подлость. Выглядит все вот так вот. И все больше и больше людей смотрят, присматриваются и думают... Слушайте, хочу проголосовать за кого-то из оппозиции. Но хотя бы на следующих выборах. Ну ты же все время передергиваешь. Ты делаешь расследование про Умара Джабраилова, про его золотой пистолет, про эту дикую историю со стрельбой, которая меня так же поразила. И я десятилетиями не общаюсь с Умаром Джабраиловым, но тут же ты в своем расследовании ставишь нашу фотографию 20-летней давности, когда мы действительно общались, в обнимочку, чтобы показать, что Собчак с ним заодно. Это просто обычная манипуляция, должна была бы уже привыкнуть. Я еду к спонсору на краудфандинг. Ты сам знаешь, как тяжело заниматься краудфандингом, как тяжело делать. Я поехала на Бали, я должен расплакаться. Я поехала на два дня, дальше, и 12 часов подолетела. Но ты вместо этого делаешь... Я 12 часов летела на Бали, ты страдала. В экономе на полетели. Да, мне было тяжело, потому что это был тяжелый перелет. Но я не понимаю, зачем ты используешь те методы, которые власть использует против тебя. Есть замечательные, ты знаешь, Роман Шварц. И ты знаешь прекрасную фразу, что победить дракона может только тот, кто стал драконом. Совершенно верно, я стал драконом. Зачем же ты? Он ее не слушает, но вот это вот я не могу понять. Опять вставляет. В экономе, наверное, летела. Она, в отличие от него, да, как бы мы к ней ни относились, зарабатывает 2 миллиона долларов за прошлый год. Правильно? 2 миллиона долларов. Она может летать не в экономе. Леша, черная икра, да, черная икра. Посмотрите на дом Овечкина. Ай-яй-яй. Умара Джабраилова я в последний раз видела и общалась лет 10 назад. Я вела дом 2 8 лет назад. Это все дела далекого прошлого. То есть Алексей, по сути дела, мне говорит, из-за твоего прошлого у тебя не может быть будущего. Я с этим не согласна. И Алексей кивает, вроде бы когда, не может быть у тебя будущее, у тебя такое ужасное прошлое, и тогда она. Почему я ей говорю, что ему не надо с ней дискутировать? Вообще болтать на камеру не надо, потому что она наносит ответ на удар. Я не хочу вспоминать прошлый Алексей, у него тоже было много, и не хочу произносить вот это слово нацизм и прочие упреки. Но это тоже было, и тоже про грузинов были все вот эти ремарки. Ну и что, надо идти дальше. Да, когда-то ты называл их нелицеприятными словами, но ты тоже вырос, Леша, изменился. Я не хочу всего этого вспоминать, поэтому я это все перечислю, то, что я не хочу вспоминать. И называл грузинами грызунами, это не значит, что это навсегда с тобой, ты стал другим человеком. Алексей говорит, что я не жалею ни о чем, что делал. Это не тот человек, который признает свои ошибки, поэтому он сейчас передаст привет грузинам. Значит, все, что я делал в своей политической жизни, что-то я делал лучше, что-то я делал хуже, но я не отказываюсь ни от чего, то, что я делал. По сути, он передал только что привет грузинам. Кого он еще там упоминал? Таджиков, да, узбеков. Кого еще? Прекрати доказывать нам сейчас в студии, что это мы фальсифицировали твои документы, и поэтому нет наблюдателей. Делай то, когда ты идешь на... Это факт, но в этой студии факты не нужны. Успокойся уже. Ну, сложно, на самом деле, продолжать эфир после того, что сейчас произошло. Видно, что у Алексея очень накипело, очень много всего накопилось, очень много он всего удержал в себе с сентября. Да и ребята после эфира... Эфир уже закончился, но ребятам надо еще добить. У нас у самих кулаки сжимаются. Рядом с Урковым и улыбалась на фотографии с человеком, который развязал эту войну. А еще называла Навального земляным червем. Вот тогда она считала, что Крым наш, может туда ездить, не запрашивать никаких виз, прекрасно улыбаться, несмотря на то, что там происходили такие тяжелые события. Ну, слава богу, тяжелые события уже, наверное, не происходят, да. В общем, это провал. Ну, это реально провал. По факту, это провал. И провал, я имею в виду, не только вот эти вот дебаты, но и то, что сегодня произошло в целом. Я не думаю, что Алексей уйдет с этой шахматной доски, наконец-то сброшенную в маленькую коробочку. Ну, имею в виду, где все лежат фигуры. Я думаю, что он еще будет отсвечивать, потому что именно такая позиция, мне кажется, и нужна в сегодняшней власти. Все. За всем прощаюсь. И я многое сделал для того, чтобы помочь Алексею стать президентом. Будем продолжать еще за ним. Наблюдать. Наблюдать. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока.